И многие другие борчуки, он занимался тем, что совращал своих служанок с голыми руками. Голые руки, мальчихи. Дальше идет список, с кем они спят. И половое чувство, принимая самые неожиданные и радужные формы, влекли их друг к другу. И последний Л.Н. Толстой. Добрый день, дорогие друзья. Вас приветствует программа «Байки из склепа». И с вами я, ее ведущий Павел Перец. И сегодня мы говорить будем про тот склеп, который изобразил в своих произведениях великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Поскольку все вы, я думаю, читали роман «Война и мир», но, на мой взгляд, главные его романы несколько другие. Это, прежде всего, Анна Каренина и роман «Воскресенье». Потому что именно в них он отобразил все то, что, опять-таки, ускользало от нашего внимания во время изучения этих замечательных произведений в школе, в нашей. Почему мы начинаем здесь? Потому что, если мы посмотрим на биографию Л.Н. Николаевича, на его письма, его сестре, которыми они обменивались на протяжении всей жизни, он пишет о том, что однажды он вскочил в Дилижанс вместе со своими друзьями и отправился в свое первое путешествие в столицу Российской империи, в город Петербург. И остановился он вот здесь. Но не конкретно в этом здании, потому что сейчас там находится Астория, в отеле, который тогда назывался «Наполеон». Он писал о том, что находится она на углу Вознесенского и Морской. Что в произведениях Гончарова, что в произведениях Толстого, что в произведениях многих других классиков, они улицу Большую Морскую называли просто Морской. И подразумевая, что так вот ее и стоит величать. Ну и, собственно, с этого начинается его знакомство с этим городом, которому он испытывал на протяжении всей своей жизни разные чувства. Но если мы говорим про путешествие не Льва Николаевича Толстого, его первое путешествие в столицу, а про ваши путешествия, которые, я надеюсь, вы будете совершать в своей жизни, то вам следует знать следующую информацию, связанную с этим. Билеты, которые вы покупаете на моей экскурсии, идут через эквайринг Тинькофф, который меня еще ни разу не подвел. Соответственно, и основные карты у меня от этого банка. И тут, учитывая вероятность зимней поездки за пределы России, выясняется, что можно воспользоваться и страховкой от Тинькофф страхования. Более того, до 15 января есть шанс выиграть миллион рублей на путешествие вашей мечты. Оформляете любое поле страхования путешественников, только не расторгайте его в течение двух недель. И вуаля! Участвуете в розыгрыше. Дополнительно будет разыграно еще пять призов по 100 тысяч на билеты от Тинькофф Трэвел. Страховка подходит для получения различных виз, включая шенгенские. Легко оформляется онлайн, подходит для любых типов отдыха, даже для экстремального. У вас будет персональный менеджер и круглосуточная помощь. Подбор врача или медицинское учреждение займет не более часа. При необходимости Тинькофф Страхование компенсирует до 500 долларов расходов на такси и лекарств за три рабочих дня. Промокод на экране даст вам скидку в 10%, который суммируется с кэшбэком до 10% для клиентов с сервисами Тинькофф Про или Премиум. Переходите по ссылке в описании, оформляйте страховку от Тинькофф Страхование и не упустите шанс осуществить путешествие вашей мечты. Ну и по традиции мы с вами будем цитировать произведение Льва Николаевича, причем те места, которые я выписывал специально для вас. Как выглядел этот дом, когда в нем останавливался Лев Николаевич, я вам сейчас подставлю. Напоминаю, что потом тут находилась гостиница «Брестоль», где Максимилиан Швейцар, террорист, разметался на корпус ствола, когда готовил бомбы для убийства сразу нескольких высокопоставленных чиновников. Начнем мы с произведения детства, которое было напечатано в журнале «Современник». И, как вспоминает Тургенев, Панаев прочитал эту замечательную вещь, всех настолько достал, что люди старались прятаться от него на Невском проспекте, думая, что он сейчас будет к ним подходить и цитировать. Вот настолько он проникся этим произведением. Значит, сразу хочу сказать, что детство, отрочество и юность не нужно воспринимать как 100% автобиографический экскурс в жизни Льва Николаевича. Это, естественно, художественное произведение, но в нем нашло отражение очень многое из того, что он испытывал в своей жизни. И сегодня мы, вот вы заметите, будем гулять, в принципе, по тому же самому маршруту, по которому мы гуляли, когда говорили о Тургеневе и Гончарове. Почему? Потому что, ну вот, они описывали и ходили по одним и тем же местам. Итак, он был человек прошлого века и имел общей молодежи того века неуловимый характер рыцарства и предприимчивости. Это он описывает своего отца. Самоуверенности, любезности и разгула. Рыцарство и разгул идут в одной связке и отображаются как добродетели, как достоинство человека. Две главные страсти его в жизни были карты и женщины. Он выиграл в продолжении своей жизни несколько миллионов и имел связи с бесчисленным числом женщин всех сословий. Это подается как, опять-таки, как достоинство мужика. По-нашему говоря, он перетрахал многих и большой молодец. Дальше. Сколько раз это... Я напоминаю, что я просто... Я вам читаю это нон-стоп, но это все отрывки из этих произведений, которые я скомпоновал в определенную секвенцию, которая показывает то, что обычно уходит за внимание аудитории. Сколько раз это желание не быть похожим на маленького в моих отношениях к Сереже останавливало чувство, готово излиться и заставляло лицемерить. Я не только не смел поцеловать его, чего мне иногда очень хотелось. Этот момент, который мы потом уже найдем в романе Анны Карениной, где так смачно мужики целуют друг друга в губы. Дело в том, что тогда, конечно же, ну, это называлось мужеложество, да, естественно, оно не приветствовалось. Но, если мы почитаем внимательно воспоминания, допустим, Петра Кропоткина про Пажевский корпус, если мы почитаем воспоминания Мещерского про училище правоведения, если мы почитаем вот эти вот ужаснейшие поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова, мы увидим, что оказывается, вот эта вот любовь, которая должна была перекинуться на женский пол, перекидывалась вот порой на пол мужской. И вот это вот желание поцеловать своего друга, оно абсолютно естественное для них. Здесь хочу показать вам вот эту вещь. Ну, не вот эту вещь, а вот эту вещь. Обычно я... Что здесь делаю? Я встаю с этой стороны, группа стоит вот там. И я предлагаю людям посмотреть на это здание и сказать, на чем здесь можно построить рассказ. То есть вот этот самый гвоздь, за счет которого ты, допустим, начиняешь этот дом. Мало кто обычно отвечает на этот вопрос. Это отметка о наводнении. Но теперь кто-то, кто посмотрит этот выпуск и потом придет на экскурсию, вот конкретно на эту, по Большим Морским, Блатные улицы Империи, а мне эта экскурсия называется, смогут ответить. Так что ловите лайфхак. А мы давайте перейдем обратно на эту сторону. Ну, мы идем по Большим Москве, где про каждый дом можно рассказывать. Отдельные истории. Тут все напыщено, насыщено и так далее. Ты так добр, милый друг, что из страха огорчить меня, это пишет жена мужу, то есть мать его, его отцу. Скрываешь настоящее положение дел. Но я догадываюсь, верно, ты проиграл очень много. И нисколько божусь тебе, не огорчаясь этим. Он спрашивает, можно ли взять деньги с продажи имения. До сих пор Господь исполнял мои молитвы. Ты не переходил одной черты, после которой мы должны будем или жертвовать состоянием, которым принадлежит уже не нам, а нашим детям, или и подумать страшно. А ужасное несчастье это угрожает всем нам. Да, это тяжкий крест, который послал нам обоим Господь. Тяжкий крест – это его страсть игры в карты. И она благодарит Бога за то, что он не проигрался в пух и прах, и что пока что ее детям есть что есть. Потому что на самом деле эта история абсолютно распространенная была. Люди играли как осточертелые. В эпоху Николая I игра в карты активно поощрялась. Существовал, кстати, даже единственный регулятор производства карт – это опекунский совет. То есть все карты должны были быть под его маркировкой, и деньги от продажи карт шли на его содержание, на благотворительные цели. Благодарительность в Российской империи во многом существовала за счет азартных игр. Ну и почему поощрялась игра в карты? Ну, чтобы про политику не говорили. Поэтому игра в карты и пьянство – это два главных занятия в ту эпоху. Переходим к произведению «Отрочество». Чтобы не ошибиться, скажу только, что она была необыкновенно бела, роскошно развита и была женщина. А мне было 14 лет. Вот так подросток смотрит на предмет сексуального вожделения. Роскошно развита и необыкновенно бела. Необыкновенно бела, я напоминаю, что загар – это признак крестьянки, просто людинки, потому что она работает в полях. Дворянка аристократка должна быть абсолютно с такой мраморной, фарфоровой, белой кожей. «Не придет», – шепотом сказал голос Володи. И вслед за этим что-то зашевелилось, как будто Володя хотел удержать ее. Это Володя, ее старший брат. Его старший брат сексуально домогается до служанки, Машеньки. «Ну куда руки суете, бесстыдник?» И Маша, с сдернутой на бок косынкой, из-под которой виднелась белая полная шея, пробежала мимо меня. Здесь, вот я когда читаю эти строки, я сразу вспоминаю недавно прочитанный, точнее перечитанный роман «Яма», или это повесть, я не знаю, да, Куприна про тоже дела в публичном доме. И там описывается, как вот оказываются девушки в публичных домах часто после того, как их соблазнили и выкинули. Соблазняют, как правило, Бурчуки, и с этим мы столкнемся как раз-таки в романе «Воскресенье», потому что на этом там построен весь сюжет. «Иногда, притаившись за дверью и с тяжелым чувством зависти и ревности, слушал возню, которая поднималась в девичью, и мне приходило в голову, каково бы было мое положение, ежели бы я пришел наверх и так же, как Володя, захотел бы поцеловать Машу». То есть он приходит в девичью и начинает опять-таки приставать. Ну, слава богу, здесь конкретно говорится только про поцеловать Машу, а вообще-то, конечно же, подразумевается нечто большее. В это самое время мимо него проходила горничная Маша, это уже он пишет про отца, которая, увидав барина, потупилась и хотела обойти его. Он остановил ее. «А ты все хорошеешь?» – сказал он, наклоняясь к ней. Маша покраснела, еще боли опустила голову. «Позвольте», – прошептала она. «Вальдемар, что ж, скоро ли?» – повторил папа, подергиваясь и покашливая, когда Маша прошла мимо, и он увидал меня. И дальше вот очень характерный пассаж. «Я люблю отца, но ум человека живет независимо от сердца и часто вмещает в себя мысли, оскорбляющие чувства, непонятные и жестокие для него. И такие мысли, несмотря на то, что я стараюсь удалить их, приходят мне». То есть, вопреки тому, что он отца любит, что-то очень грязное, очень мерзкое про этого отца приходит ему в голову, и понятно, с чем это связано. Опять-таки, отец, как и его сын Володя, как и многие другие барчуки, он занимался тем, что совращал своих служанок. Ну, а дальше, как мы увидим на примере князя Нехлюдова, давались им деньги, и все, до свидания. И вот, собственно, мы и переходим к очень знаковому его произведению под названием «Воскресенье». Здесь мы переносимся в здание зала суда, где идет суд как раз над Катюшей Масленниковой. И Толстой там очень хлестко, очень ядовито описывает как председательствующего в суде, так и членов заседателей этого суда. Председательствующий был высокий полный человек с большими сидеющими бакенбардами. Он был женат, но вел очень распущенную жизнь. Так же, как и его жена. Они не мешали друг другу. Нынче утром он получил записку от швейцарки-гувернантки, жившей у них в доме летом и теперь проезжавшей с юга Петербург. И что будет она в городе между тремя и шестью часами ждать его в гостинице «Италия»? Три часа на то, чтобы встретиться, трахнуться, пообедать, выпить вина и разбежаться. Это прекрасный вариант для примерного семьянина, который председательствует в суде, где судят проститутку Екатерину Масленникову по, в общем-то, как выясняется, подложному делу, будто она отравила купца. Хотя она этого не делала. Это я специально вставил в этот момент, чтобы показать. Мы к воскресенью еще вернемся. Ну, наглядно продемонстрирую все вот эти тезисы, которые я только что озвучил. Юность. Вот здесь совершенно потрясающая история. Ну, вообще, надо сказать, что про Толстого, я об этом уже говорил в выпусках, многие говорили, что он некрасивый. И Некрасов это говорил, и Гончаров это говорил, и Тургенев это говорил, и Панаев это говорил. В общем, все это отмечали. Но при этом все выделяли, конечно, его ум. Вот здесь мы на секунду прервемся. Сейчас находится модный ресторан «Вкусные точки». А раньше здесь находился ресторан «Дюсо», в котором встречается много у кого. И Толстой в письмах к своей сестре пишет о том, что он заезжал сюда играть на бильярде. Я уже неоднократно говорил, что играли играть на бильярде. И играл со страстью. Ну, то есть, он реально включался. Игрались, естественно, играли не все на деньги, безусловно. Интересно, что один из самых привилегированных аристократических ресторанов сейчас является собой фастфуд. Ну, такова эволюция этого места. Да, так вот, ему понравились брови у одного героя романа, потому что он был с густыми пышными бровями. И он решил, что, ну, собственно, это и есть эталон мужской красоты. И это то, чего ему очень не хватает. И он сдумал постричь их слегка, для того, чтобы они выросли побольше. Но когда он начал их стричь, он их постричь неровно и начал дальше стричь, и, в общем, выстрел их себе все. Оказался вообще без бровей, в крайне уродском положении. И, в общем, решил, начал думать, что же ему по этому поводу делать. И что он придумал? Он взял на телу их порохом и чуть-чуть подпалил. Таким образом он создал байку, будто он игрался с порохом и спалил себе брови. И эта байка прокатила. То есть его не выставили на смех. Этот отрывок нам показывает, насколько люди были озадачены своей внешностью, как всегда, впрочем. Но как меняются каноны красоты? Ну, кто сейчас из мужиков, из молодых парней будет озадачиваться пышностью своих бровей? Вуаля, Толстой об этом думает. Значит, сейчас я процитирую совсем другой отрывок. Я предлагаю пройти через дворцу. Он вообще посвящен некому дяденьке Николаеву, о котором, кстати... Где же я-то еще в чьих-то воспоминаниях встречал про этого дяденьку Николаева? Ну, в данном случае, это Игнатьев, 50 лет в строю. Наш красный генерал. Дяденька Николаев, попав, благодаря мундиру полка, в чуждую ему великосветскую среду, усвоил основные требования, предъявляемые этой средой. Итак, что нужно было делать для того, чтобы чувствовать себя, как рыба в воде, в великосветской среде? Уметь кое-как объясняться на французском языке, хорошо одеваться и иметь приличный манер. Это... Я почему этот пассаж сюда поместил? Потому что он просто практически один в один бьется с тем, что потом пишет Толстой. Мое любимое и главное подразделение людей в то время было на людей ком-эль-фо и не ком-эль-фо-па. Иль-не-фо-па. Ну, вообще, ком-эль-фо и ком-эль-не-фо-па – это как надо и как не надо, если дословно произвести на французском. Но в русскоязычной среде это стало означать человеку как раз, ну, грубо говоря, с манерами и без манер. Человек аристократический и не аристократический. В чем это выражалось? Ну, и он пишет, что людей ком-эль-фо я уважал. А, и третья категория – и простой народ. Значит, ком-эль-фо, не ком-эль-фо и простой народ. Значит, первых он уважал, вторые сущности ненавидел, а третьи для него просто не существовали. То есть простой народ для него вообще как бы был мифом. Моё ком-эль-фо состояло… Значит, вот как вы думаете, что нужно, из чего должно состоять вот этот вот набор этих ваших качеств? В отличном французском языке и особенно в выговоре. То есть мало того, что говорить на французском языке, нужно еще parler français très bien. То есть вот это «ну», все тянуть, вот это «го», гарасирование и тра-та-та-та-та. Потому что если вы говорите «я parle français», это плохой выговор. Ну, это примерно как «hello, my name is Pasha, I'm a guide, and here we are in the city of St. Petersburg, the most beautiful city of the world». Значит, это первое. Человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. Ах ты, сука такая, по-французски плохо говоришь. Второе условие ком-эльфо были ногти. Вспоминаем Пушкина, быть можно отдельным человеком, и думать о красе ногтей. Ногти у мужчин. Вот я думаю, что все эти мужские салоны для стрижек сейчас были бы просто заполонены аристократами той эпохи, потому что им бы там накоточки бы стригли. Длинные, очищенные и чистые. Третье было умение кланяться, танцевать и разговаривать. Четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной презрительной скуки. Главным из этих признаков, кроме убранства комнаты, печатки, печатка имеется в виду перстень, почерка экипажа были ноги. Еще правильные ноги. Как оно такое? Представительная скука, это типа, ой, ну что-то как-то. Я пришел на вечеринку, я это помню по этим вечеринкам, когда я еще работал с собакей. Ну что-то как-то тухленько, поехали лучше в другой клуб. А может быть именно оно так сильно вросло в меня от того, что мне стоило огромного труда, чтобы привести такому эльфо. Страшно вспомнить, сколько бесценного, лучшего в жизни 16-летнего времени я потратил на приоритение этого качества. Ну то есть потом-то он жалеет, но на тот момент, когда ему 16 лет, вот он старается правильно говорить, чтобы у него были чистые длинные ногти, чтобы у него были какие-то правильные ноги, вот эта презрительная скука. Ну то есть весь набор полнейшей какой-то требухи и чепухи. Но это, это считалось как бы вот высшим шиком, высшим пиком. Мечты. Вот он мечтает про некую, значит, даму. И вот являлась она с длинной черной косой, высокой грудью. Я напоминаю, что высокая грудь – это большие сиськи. Всегда печальная и прекрасная, с обнаженными руками, со сладострастными объятиями. Она любила меня. Я жертвовал для одной минуты всей жизни. Обратите внимание, что она, опять-таки, с обнаженными руками. То есть для него это просто высший пик наслаждения увидеть ее обнаженные руки. Ну, кстати, вот высокая грудь. Я, ну так что читал воспоминания про Елену Шиловскую, ну, собственно, последнюю жену Булгакова, ну и благодаря которой мы, собственно, и узнали про творчество Михаила Афанасьевича. Так вот, уже даже после войны, уже в 60-х годах, когда про нее писали, вот как раз отмечали ее высокую грудь. То есть это выражение, оно существовало еще в те годы. Мачеха ходила почти всегда, когда не было гостей, полуодетая, и не стыдилась нам и даже слугам показываться. Вот как вы думаете, в чем? О-ля-ля, в белой юбке и накинутой шале с голыми руками. О-о-о, кури, руки, мачехи. Божечки, кошечки. А где плечи? Где те самые плечи? Где ло? Вы помните, опять-таки, это уже каноническое, как Обломов любовался округлыми пухлыми локтями. И в самом деле, ежели бы это... А, ну тут он написывает еще про одну свою сексуальную фантазию, про некую амазонку, о которой он мечтал. Ежели бы эта амазонка знала подробно, как я, глядя на нее из-за лакеев, воображал, похитив ее, увезти в деревню. И как с ней жить там? И что с ней делать? Может быть, она справедливо бы очень оскорбилась? Что же он там с ней собирался делать? Такого, что она бы справедливо оскорбилась? А, ну это просто я себе отметил, потому что... Умеешь делать Джонку, Фрост? О, да, отвечал Фрост, потрясая икрами. Вот это... Как, как? Это как? Потрясая икрами, это значит что? Ну и вот мы теперь точно уже переходим к Роману Воскресенья. Когда уже Машенька Маслова попадает в цепи сводни, что она слышит? Хозяйка вызвала его в другую комнату, и Маслова слышала, как хозяйка говорила, свеженькая, деревенская. Приходят потребители сексуальных услуг, и ему, соответственно, товар втюхивают. И вот дальше, вот, конечно, хотелось бы это прямо в пандан описанию Куприна в яме, потому что вот прям, знаете, как будто один в один. Вот они разными словами напишут, примерно чуть ли не одними и теми же эпитетами выражаясь. Ну, распорядок дня в публичном доме, и вообще кто туда ходил. Длинный пассаж, но я позволю его себе прочитать. В третьем-четвертом часу усталое вставание с грязной постели. Ну, часу дня, естественно. Зельтерская вода с перепоя, имеется в виду минералка. Кофе, ленивая шляня по комнатам, в пеньюарах, кофтах, халатах, смотрение за занавесок в окнах, вялые перебранки друг с другом, потом обывание, обмазывание, отдушение тела, волос, примеривание платьев, споры из-за них с хозяйкой, рассматривание себя в зеркало, подкрашивание лица, бровей, сладкая, жирная пища, ну, просто гарем какой-то. Потом одевание в яркое шелковое обнажающее тело платье, потом выход в разукрашенную ярко освещенную залу, приезд гостей, музыка, танцы, конфеты, вино, курение и прелюбодеяние. Дальше идет список, с кем они спят. С молодыми, средними, по-детьми и разрушающимися стариками, холостыми, женатыми, купцами, приказчиками, армянами, евреями, татарами, богатыми, бедными, здоровыми, больными, пьяными, трезвыми, грубыми, нежными, военными, штатскими, студентами, гимназистами, всех возможных сословий, возрастов и характеров. Вуаля! То есть, здесь мы наблюдаем с вами, в принципе, все возможные и невозможные страты общества. То есть, в публичные дома ходили все. Абсолютно все. Как бы это печально не звучало. То ли дело сейчас. Никто не ходит. И нету их. И все просто трезвенники, язвенники, моралисты и все такое простое. Дальше. В конце же недели поездка в государственные учреждения. Государственные учреждения – это то, где они показывались врачам. В яме у Куприна, наоборот, доктор приходил к ним и их всех осматривал по субботам. Участок, где находящиеся на государственной службе чиновники, доктора, мужчины, иногда серьезно и строго, иногда с игривой и веселостью уничтожают данные от природы для ограждения, от преступлений не только людям, но и животным стыд, осматривали этих женщин и выдавали им патент на продолжение тех же преступлений, которые они совершали своими сообщниками в продолжении недели. Ну вот, это очень точное, на самом деле, описание быта публичного дома. Откуда об этом знал Лев Николаевич? Ну... Вдруг рассказал. Вдруг рассказал. Как и Достоевскому, как и Чеху. Ну, я здесь конкретно не привожу этот отрывок, потому что я его миллион раз цитировал. Это как раз-таки в юности, когда они сидят в Яре, в ресторане в конце все предлагают поехать к тетке. А главный герой не хочет. А почему? И вот ты как бы, ну, читаешь этот пассаж и думаешь, ну, вроде к тетке чайку попить. А выясняется, что тетка, это как раз так та самая сводня в публичном доме. Но об этом не говорится прямым текстом, да? А вот здесь в воскресенье, ну, Толстой же жжет напалмом. Так что, мама, не горюй. Вот, опять-таки, суд над Масловой. И, ну, я напомню сюжет, если вы не помните, да, то есть Нихлюдов воротил котеньку Маслову, и потом, спустя много лет, он встретил ее, будучи присяжным заседателем, в здании суда. И узнал ее, ну, и, в общем, у него, ну, и случилось то самое пресловутое воскресенье, да? Благодаря которому он практически изменил свою жизнь. Так, а зачем мы пошли сюда? Я даже... Ну, пошли дальше, ладно. Прогуляемся по мойке. Проведу от мойки мимо помойки, как поет некий Павел Перец в проекте группа ОСА. Можете посмотреть этот прекрасный видеоклип у меня на канале. И прекрасно, сказал товарищ прокурора, но он вовсе не находил этого прекрасным, он не спал всю ночь. Они провожали товарища, много пили и играли до двух часов, а потом поехали к женщинам в тот самый дом, в котором шесть месяцев тому назад еще была Москва. Видите, какие прекрасные русо-туристы облику морали. Дела не было никакого. После же этих занятий считалось хорошими и важными, швыряя... А, это идет описание быта как раз кавалергардов, всех офицеров конного полка, ну, в общем, короче, всего высшего военного света. Чем они занимались? После этих занятий считалось хорошим и после занятий каких-то махания шашкой на конях, которые были выезжены не ими, вычищены не ими, а их денщиками. Проходим мимо мойки 12. Я такая свинья, что взял телефон у директора Некрасова с целью позвонить ему и договориться насчет интервью. И вот все время об этом забываю. Ну, потому что столько дел, столько дел. Но я думаю, что мы это все-таки осуществим, потому что это один из самых вообще потрясающих. директоров, которые я когда-либо встречал. Там вот если приглядеться, идет как раз экскурсия. Я не знаю, как сейчас, раньше там можно было посещать, это только с экскурсией. А там на нас движется страшная сила, средство передвижения 19 века. Она несется. Мы вот буквально, мы пытаемся скорее-скорее перебежать дорогу, чтобы не попасть под этот несущийся нас экипаж. Слава богу, мы успели. Прикиньте, вот так вот они ездили. И иногда люди думают, что вот это историческая брусчатка. На самом деле, если бы по такой исторической брусчатке ездили бы вот эти лошади тогда, они бы просто пели бы дифирамбы тем, кто эту историческую брусчатку положил. Тут недавно снимали фильм «Пророк». Что, не обогнаем, да, чувак? Снимали фильм «Пророк» и сюда специально накидали грязь. И меня писали, то есть, а зачем сюда накидали грязь? Я думал, что типа булыжная мостовая уже была во времена Пушкина. Я говорю, так, дружочек, это не булыжная мостовая. Это, блин, это прекрасная мостовая, ровненькая. Во времена Пушкина о таком даже мечтать не могли, поэтому они сюда грязь и накидали. Да, в общем, чем они занимались после этого махания шашкой? Швыряя невидимо откуда получаемыми деньгами, сходиться есть, в особенности пить, в офицерских клубах или в самых дорогих трактирах. Потом театры, балы, женщины и опять езда на лошадях, махание саблями, скакание, опять швыряние денег и виной карты женщины. Когда он пишет «И опять женщины», он подразумевает, что они не просто как бы общаются с женщинами, да, ну, это же понятно, да? Он думал еще о том, что хотя и же... А, это он уже совратил Катеньку Маслову, и ему надо уехать. У меня на самом деле где-то даже был код от этой двери, но она тут то открыта, то закрыта. Открыта у нас сейчас? Нет, сейчас закрыта. Да надо покопаться. Он у меня здесь записан, нам так лень. Поэтому пройдем с вами. Так, ну или ладно, сейчас подожди, я еще попробую залезть. Тележная, посадская. Не, наверное, не найду. Круглый. А вот сейчас зайдем. А он все равно изменился, у меня не такой был. Я мог и не искать, потому что код все равно изменился. Ну ладно, мы продолжаем. Своротил он Катеньку Маслову по-наслову и, соответственно, едет дальше. Он думал о том, что хотя и жалко уезжать теперь, не насладившись вполне любовью с Нерью, необходимость отъезда выгодна тем, что сразу разрывает отношения, которые трудно было бы поддержать. Видишь, как хорошо. Поматросил и бросил. Думал он еще и о том, что надо дать и денег. Не для нее, не потому что ей эти деньги могут быть нужны, а потому что так всегда делают. И его бы считали нечестным человеком, если бы он, воспользовавшись ей, не заплатил бы за это. То есть видите, нечестный человек не потому, что свратил молодую невинную девушку и уехал, а нечестный человек совратил и не дал ей бабла. Вот это нечестно. А совратить и уехать, это абсолютно норм. Что? Ну что же делать, рассуждал он. Всегда так. Так это было с Шенбаком, это его приятель, и гувернанткой. То есть некий Шенбак совратил гувернантку, и то же самое было. Так это было с дядей Гришей, его родным дядей. Так это было с отцом, когда он жил в деревне, и у него родился от крестьянки тот незаконный сын Митенька, который теперь еще жив. А если все так делают, то стало быть, так и надо. То есть что мы имеем? Вокруг дворяне, аристократы, цвет Российской империи, все пердят фиалками, все как бы на парадных портретах смотрят гордо на вас. А если копнуть, то что? Каждый совращает какую-то служанку, гувернантку, дает ей бабла, и либо сам сваливает, либо под зад коленкой. Прекрасное, замечательное время. Мужчины, начиная с старого, станового и до тюремных надзирателей, это уже идет ее, Катеньки, масловая рефлексия, смотрели на нее, как на предмет удовольствия. В этом еще больше утвердил ее старый писатель, с которым она сошлась на второй год своей жизни на свободе. Он прямо так и говорил ей, что в этом, он называл это поэзией и эстетикой, состоит все счастье. Тут хочется подставить интервью со Шнуром, где он с Севой сидит, и там девочка их спрашивает, о чем он говорит, вот как это называется? Вот так это называется, да? Ну вот, можете называть это поэзией и эстетикой, дорогая. Пойдем ко мне домой, займемся с тобой поэзией и эстетикой. И она думает, ну, поэзия и эстетика, это же красиво. А он вдруг начал до меня грязно намагаться. Ну вот, надо читать классику, чтобы быть в теле на самом деле. Тут кисок много, но я боюсь, они сейчас все убегут. Но этот двор не проходной. Туда надо идти. Как меняются каноны женской красоты? Вот Катенька думает. Думала она о том, что ни за что не пойдет замуж за каторжного на Сахалине. Это когда уже ее осудили на каторгу. Кися, ты умылась? А? А нет, слушай. А там ворота открыты, а всегда были закрыты. А пойдем сходим, посмотрим. Интересно же. А как-нибудь иначе струится? С каким-нибудь из начальников? С писарем? Да хоть с надзирателем? Хоть с помощником? Они все на это падки. Ну, имеется в виду на эстетику и поэзию. Очень падки. Только бы не похудеть, а то пропадешь. Вот вы прикиньте, да? Худая девушка, она сексуально непривлекательная. Женщина должна быть в теле. Тогда она секси. И вот как раз, когда... Ну, забегая вперед уже, Нехлюдов спустя время встречается с ней уже в тюрьме. Он пришел к ней на свидание. Он говорит, ты потолстела и помолодела. Вот прикиньте, сейчас вы приходите... А мы можем обратно здесь выйти. Хотел на большой конюшене оказаться, но... Ну, мы можем сейчас еще раз так крутануться. На самом деле, кстати, вот здесь я ни разу не был. Ну, тут как бы особо ничего такого интересного и нет. Радиационный бронмауэр, но просто почему-то судьба меня сюда никогда не заносила. Вот чудесная картина маслом. Это, кстати, для киски же, да? Нет? Похоже. Да, но очень похоже. Ну, потому что, смотри, видишь, по бокам шерсть. Ну да. Это явно для... Ой, это не для тебя, дружочек? Ты не с первой этажа? То есть вы говорите, что ты помолодела и потолстела. Ну, обидится же девушка. А у нее сморщились губы от удовольствия. Комплимент 19 века. Ты потолстела. Боже, ты такая толстушка. Ой, вы такой галантный. Ой, так приятно. Я потолстела, серьезно. Да. Так. Они говорили о несправедливости, власти. А, это он уже описывает, соответственно, то, о чем велись беседы в великосвестских салонах. Когда они, соответственно, ну, о чем-то говорили. И вроде как они говорят об одном. Видимо здесь. Вуаля. Мы опять оказались на на Мойке. Здравствуй, господин Пущин. Лучший друг Александра Пушкина. Сюда молодой Горчаков приезжал с загранпаспортом и предлагал Пущину, на самом деле, ну, уехать из страны после восстания декабристов, но Пущин не согласился. Такая вот печальная судьба. Мы опять идем по Мойке. Мы опять идем по Мойке 12. Боже, это какой-то... Это какой-то... Мы попали в фильм «Ведьма из Блэр». Мы двигаемся кругами. Они говорили о справедливости власти, о страданиях несчастных, о бедности народа, но в сущности глаза их, смотревшие друг на друга под шумок разговора, не переставая спрашивали. Можешь любить меня? И отвечали – могу. И половое чувство, принимая самые неожиданные и радужные формы, влекли их друг к другу. Опять-таки, переводя с высокопарного языка Льва Николаевича Толстого, хочешь меня трахнуть? Хочу. Да? А при этом мы обсуждаем судьбу народа. Марьет – это, собственно, женщина, которая пытается соблазнить князя Нехлюдова. Грациозная, тонкая, элегантная декольте с своими крепкими, мускулистыми плечами, как ему показалось, многозначительно улыбнулась ему. Обратите внимание на крепкие, мускулистые плечи. Это, опять-таки, very sexy. Это он приехал в театр, куда она его пригласила, и зашел к ней в ложе. Хотя ему не хотелось ехать, но и она многозначительный опытный друг. И дальше Нехлюдов выходит как раз-таки на Невский проспект, по которому мы с вами гуляли, и идет по нему. Когда он возвращался домой по Невскому, он впереди себя невольно заметил высокую, очень хорошо сложенную и вызывающую нарядно одетую женщину, которая спокойно шла по асфальту широкого тротуара, и на лице ее и во всей фигуре видно было сознание своей скверной власти. Скверная власть – это непосредственно власть публичной девки. Все встречающие и обгоняющие эту женщину оглядывали ее. Нехлюдов шел скорее ее и тоже невольно заглядывал ей в лицо. Лицо, вероятно, подкрашенное, было красивое, и женщина улыбнулась Нехлюдову, блеснув на него глазами. И странное дело, Нехлюдов тотчас же вспомнил о Мариет, потому что испытал то же чувство влечения и отвращения, которое он испытывал в театре. Поспешно обогнав ее, Нехлюдов, рассердившись на себя, повернул на морскую и, выйдя на набережную, стал удивлять городового, гуляя взад-вперед. То есть здесь Толстой непрозрачно нам говорит, что суть этих женщин одинаковая, что вот эта высокопоставленная аристократка, которая со своими красивыми, голыми, мускулистыми плечами пытается соблазнить князя, но она это делает не напрямую, она это делает как бы из-под воль, пытаясь, ну, намекнуть на это окольными путями. А проститутка ему говорит прямо. И между ними абсолютно никакой разницы. Но при этом, если вы, допустим, в свете скажете той самой Мариет, ты шлюха, ну, все, вы просто хам, вы достойны дуэли, и где вас и должны, собственно, пристрелить. Так же и та в театре улыбалась мне, когда я вошел, думал он, и тот же смысл был в той же и в этой улыбке. Помните, да, как Мариет многозначительно улыбнулась? Вот это скорость. Вот это я понимаю. Но это она еще бодро едет. Нет, ну на самом деле, за городом они, конечно, гнали лошадей побыстрее, да, то есть где-то в лавзе быстрее они могли ехать, но все равно, представьте, асфальт нет. И дай бог, чтобы вот эти булыжники лежали, а то погрязище, да, прикиньте, колесить. Разница только в том, что это говорит просто и прямо «Нужна я тебе? Бери меня!» Не нужна? Проходи мимо. Та же притворяется, что она не об этом думает, а живет какими-то высшими утонченными чувствами. А в основе тоже. Это, по крайней мере, правдиво отолжет. Мало того, эта нуждой приведена в свое положение. Та же играет, забавляется этой прекрасной, отвратительной, страшной страстью. Это уличная женщина, вонючая, грязная вода, которая предлагается тем, у кого жажда сильнее отвращения. Та в театре – яд, который незаметно отравляет все, во что попадает. Нюхлюдов вспомнил свою связь с женой-предводителя, и на него нахлынули постыдные воспоминания. Ну, очень сильный и жесткий пассаж, демонстрирующий, что бляди, они не только на панели, они и в театрах, в ложах и в великосвестских салонах. И разница между ними только в декоре. А суть одна и та же. И заявить об этом напрямую в то время, вот так вот, ну, надо было иметь достаточно сильную волю и не бояться общественного мнения. Особенно, конечно, вот этот вот яд. Да? Та в театре – яд, который незаметно отравляет все, во что попадает. И Нюхлюдов вспомнил свою связь с женой-предводителем, на него нахлыни постыдные воспоминания. Женой-предводителя, ну, он тоже просто с замужней дамой мутил. А, кстати, насколько отличается роман с замужней дамой от романа с незамужней дамой, мы это узнаем на примере мнения матери Вронского о его романе с Анной Карениной. Я надеюсь, что мы до этого сегодня дойдем. И вот как раз мы подходим к мнению, допустим, высокопоставленного чиновника, уже такого в годах, можно сказать, пенсионера, от которого, в принципе, зависела судьба Катюши Масленниковой. Нюхлюдов приехал за нее хлопотать. И вот его набор морально-нравственных качеств. Под честностью он разумел то, чтобы не брать с частных лиц потихоньку взяток. Выпрашивать же себе всякого рода прогоны, ну, прогоны имеются в виду деньги на разъезды, да, командировочные, как мы сейчас сказали, да, подъемные, это то же самое, аренды отказны, рабски исполняя это все, что не требовало от него правительства, он не считал бесчестным. Погубить же, разорить, быть причиной ссылки и заточения сотен невидных людей, следствие их привязанности к своему народу и религии отцов, как он это сделал во время, когда был губернатором в одной из губерний царства Польского. Он не только не считал бесчестным, но считал подвигом благородства, мужества, патриотизма. Не считал также бесчестным то, что он обобрал влюбленную в себя жену и своячницу, напротив, считал это разумным устройством своей семейной жизни. А вот это вообще очень серьезный задвиг. Ну, надо сказать, что Хаджа Мурат, когда он тоже там, у него есть такой пассаж про бесчестность, подавление восстания там и в Польше, и во время Кавказской войны и прочее. Это абсолютно антипатриотичные высказывания в контексте того времени. Польша, я напоминаю, была частью Российской империи, и подавление восстания в Польше считалось абсолютно нормальным, закономерным. Это то, на чем поговорил Герсон, я об этом рассказываю. Когда вступился за поляков, он потерял аудиторию, даже либеральную. Человек, от которого зависело смягчение участия заключенных в Петербурге, был увешанный орденами, которые он не носил с заключением Белого Креста в петличке заслуженной, но выжившей из ума, как говорили про него старый генерал из немецких баронов. Он служил на Кавказе, вот вуаля, где он получил этот особенно лестный для него крест за то, что под его предводительством тогда русскими мужиками, обстриженными и одетыми в мундире и вооруженными ружьями со штыками было убито более тысячи людей, защищавших свою свободу и свои дома и семьи. Потом он служил в Польше, где тоже заставлял русских христиан совершать много различных преступлений, за что тоже получил ордена и новые украшения на мундир. Вот тут уже Кавказ вступает в силу. Это тоже заявление, ну, попробуйте, да, это осознать и прогнать через себя. То есть, шла война на Кавказе, я об этом, я уж не знаю, в каком порядке это будет выложено, либо рассказывал, либо буду рассказывать на примере князя Борятинского, человека, который захватил Шамиля. Или Шамиля, правильно говорить. Это в 44 года человек стал фельдмаршалом за это. Ну и вот теперь мы переходим к Анне Карениной. Степан Арк... Да, кстати, чуть не забыл. Ведь в Анне Карениной тоже есть Дюссо. Там вот Стива заезжает, Стива Облонский, Степан Аркадьевич Облонский заезжает в гостиницу Дюссо и видит на доске надпись Каренина и понимает, что муж Анны там. Но это Дюссо, который располагался прямо рядом с театральным проездом. Ресторан. Он описан и у Достоевского, кстати, он там тоже останавливался. В общем, это немножко другая история. Это не наш петербургский ресторан. Очень иронично здесь описаны взгляды, ну, по сути, одного из главных героев Степан Аркадьевича Облонского. Ну, я напоминаю, что Анна Каренина начинается с фразой, которая стала мемом, все смешалось с Доми Облонских. Степан Аркадьевич получал и читал либеральную газету. Некрайнюю, но того направления, которой держалось большинство. Несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика собственно не интересовали его, он твердо держался тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство его газеты. Изменял их только тогда, когда большинство изменяло их. Или лучше сказать, не изменял их. А они сами в нем незаметно изменялись. Это вот я сегодня рассказывал про такого Неселероды, похороненного на Литеранском Смоленском кладбище, который называли Киселевроди, который очень часто подстраивался по мнению Николая I, из-за чего наша внешняя политика зависела не от него, а от императора. В отличие от Горчакова, который мог даже поспорить с Александром II. Либеральная партия говорила, что в России все дурно, и действительно у Степана Аркадьевича долгов было много, а денег решительно недостаточно. Видите, правая либеральная партия. Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение, и что необходимо перестроить его. И действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степана Аркадьевича, и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре. Либеральная партия говорила, или лучше подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения. И действительно, Степан Аркадьевич не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна, и не мог понять, к чему все эти страншные высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить можно было бы очень легко и весело. Вот так вот иронично Толстой описывает. В общем-то, среднестатистического либерала той поры. Дальше. Левин. Вообще, Левин это абсолютно сопроцентное альтер-эго Льва Толстого. Потому что в романе Левин дарит дневник Китти Щербатской, она его читает просто в Диком Ауте, то же самое произошло в жизни Толстого. Он точно так же подарил дневник своей тогда будущей жене, она посчитала и охренела. В романе Левин признается ей по сути в любви, написав несколько букв, которые она угадывает, какие слова за этими буквами стоят. Точно так же поступил Лев Толстой за своей будущей женой. Ну, то есть, поэтому тут очень много перекличек, очень много о том, что Лев Николаевич Толстой думает о крестьянском вопросе, только он это все транслирует устами этого самого Левина. Ну и, кстати, хочу напомнить вам про выпуск «Спиритизм» на Невском проспекте. Я точно так же цитирую и Толстого в том числе и рассказываю, как там Ивронский занимается спиритизмом, как они там двигают столами, и Тургенев это описывает. Ну и самое главное, вот этот персонаж, который подавлял восстание в Царстве Польском, точно так же сидит и двигает блюдечко со своим помощником, вызывая дух Жанны Дарк. Вуаля. И вот Левин Абловскому говорит «Вот ты женишься, ты знаешь это чувство. Ужасно то, что мы старые, уже с прошедшим не любви, а грехов вдруг сближаемся с существом чистым, невинным. Это отвратительно, и поэтому нельзя не чувствовать себя недостойным». В чем у меня речь? Речь идет о том, что мальчикам до свадьбы не просто можно, а нужно. И мы об этом узнаем как раз на примере пассажей из еще одного в общем-то ужасного романа «Крицерова соната». А девочкам не-не. Поэтому девочки до свадьбы, и это как раз видно на примере воспоминаний жены Стива Облонского, они не знали ни хрена, они вступали в взрослую семейную жизнь абсолютно как ромашки. А мужики уже были в курсе, они уже знали и что такое секс, и каким он бывает, и что такое страсть, и что такое все остальное. И поэтому он и говорит, что это ужасно, что мы находимся на разных уровнях познания, и что мы такие уже побывавшие во всех публичных домах, которые нам рекомендовались, берем себе вот это чистое невинное создание. И вот как раз брат Левина, старший, Николай, который потом умрет, он, когда его младший брат приезжает его навестить, он говорит, а эта женщина, указывая на нее, сказал Николай Левин, моя подруга жизни, Марья Николаевна, я взял ее из дома. Что значит из дома? Из публичного дома, да. У этого здания мы были уже два раза. Здесь я рассказывал сначала про ссору Толстого и Тургенева, затем мы сюда подходили, когда я водил экскурсию по местам того самого Тургенева, классики Бесоплей, и вот сегодня мы третий раз подошли, это дом Имзина, видите, здесь много не бывало. Но здесь была квартира Некрасова, кстати, построенная Павловичем Сезором, сегодня тоже показывала могилу на Волковском Литерогранском кладбище, очень скромно. Тургенев, Панаев, Фетт, Аненков, Боткин, Григорович, Дружинин, Жемчужников, Майков, Островский, Писемский и последний Л.Н. Толстой. Здесь они дулись в шахматы на интерес, но Лев Николаевич очень-очень заводился от проймыша. И здесь, я думаю, мы сегодня завершим нашу первую часть по поводу классиков без соплей о Леве Николаевича Толстом, потому что следующую надо будет провести с той стороны и закончить ее у дома номер 100 по Невскому проспекту, где жил Анатолий Федорович Кони, к которому как раз Лев Николаевич Толстой заходил, и там очень забавный случай по этому поводу, о чем вы можете где прочитать, где вы можете об этом прочитать, я вам скажу в конце, естественно, по традиции со всеми причитающимися вам анонсами и прочей информацией. Друзья, осталось несколько билетов на днюху мою, акустический концерт ОСА, ну и неформальное общение с вами, и на наш новый проект Стани, с которым мы ходим по барам. Это будет неформальная лекция о том, что пили классики с приготовлением и тестированием жонки, ну и своего рода клуб по интересам, который мы вот сейчас начнем формировать. Экскурсии будут проходить пока только по выходным, и где-то в середине декабря появятся анонсы экскурсий на новогодние праздники. В Москву я приеду, после них 12 января у нас будет концерт в Москве, и потом у меня будет 4 экскурсии. Ну а все 3 книги про пиар во время русско-японской войны, острый социальный роман Корень и путеводитель по Невскому проспекту Невский с перцем вы можете купить как у меня на сайте, так и после моих экскурсий, в этом случае я их подписываю. Приходите, увидимся с вами оффлайн и онлайн. был вау. Редактор субтитров А.Семкин